Малый бизнес – важнейший сектор развития экономики. Он напрямую влияет на успешное развитие не только крупного бизнеса, но и экономики страны в целом. Малый бизнес обеспечивает наполнение внутреннего рынка потребительскими товарами и услугами, рост экономического экспортного потенциала, решение проблем занятости и повышение уровня реальных доходов населения. И вот появилась идея со следующего года освободить любого российского индивидуального предпринимателя, впервые зарегистрировавшего бизнес, от всех налогов на два года. Такую идею поручил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. Принципиально ее уже одобрили все министерства, говорит замминистра эконом-развития Сергей Беляков. Так это все-таки хорошо или плохо? Здравствуйте, в эфире программа «Парадокс» в студии Александр Векер. С нами этот час проживет доктор экономических наук, профессор, председатель экспертного совета опоры России Никита Кричевский. Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте, господа. Да, я призываю вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. Пишите нам также на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Так, нужен ли налоговый рай для предпринимателей-новичков? Никита Александрович. Я не вполне понимаю, для чего, для каких целей предлагается эта мера. Если инициаторы этого предложения рассчитывают таким образом замолить якобы грехи предыдущих лет правительству перед индивидуальными предпринимателями, то они этого не добьются. Почему? Потому что поезд уже ушел. Еще более абсурдным является предложение компенсировать двукратное увеличение пенсионных взносов индивидуальным предпринимателям. Если мы таким образом хотим привлечь большее количество работоспособного экономически активного населения в реальный сектор экономики, то мне представляется, что это нужно делать несколько иными путями. И, наконец, третий момент, на который я бы обратил самое пристальное внимание, это то, что мы уже через это проходили. И, фактически, мы готовы наступить на те же грабли, что правительство Горбачева-Рыжкова наступило в конце 90-х. Простите, 80-х. Но, согласитесь, в любом случае надо что-то делать для того, чтобы народ пошел в малый бизнес и начал поднимать экономику. Сейчас мы видим, что все разговоры по поддержке малого бизнеса, бизнеса, вот как были разговоры, так и остались. Мало того, люди стали уходить из этого сектора или уходить в тень. По данным Федеральной налоговой службы, из более чем полумиллиона индивидуальных предпринимателей, которые положили на стол свои регистрационные свидетельства, порядка 77% за последние два года официально не вели вообще никакой деятельности. Проще говоря, эти люди работали, но работали в сером секторе, не уплачивая налоги, не показывая свою деятельность. Например, через расчетные счета в коммерческих банках. Для чего им нужны были статусы индивидуальных предпринимателей? Для того, чтобы иметь легальную крышу, для того, чтобы заключать договора, для того, чтобы повесить табличку на рынке, для того, чтобы вести официальную деятельность и не являться незаконным предпринимателем. А за незаконное предпринимательство у нас, как известно, предусматривается статья в Уголовном кодексе. Но в этой связи я хотел бы задать вам, Александр, встречный вопрос. Для чего нам сегодня необходимо привлечь как можно больше число экономически активного населения в реальный сектор экономики? Для каких целей мы хотим, чтобы они стали индивидуальными предпринимателями, чтобы они занялись бизнесом в любой его форме? Для чего? Для того, чтобы помочь экономике развивать ее дальше. Это же известная, это мировая практика. Чем больше людей задействованы именно в этом секторе, то тем быстрее идет развитие. Люди заняты, люди работают. Значит, идет рост потребительского сектора и так далее. Вот ради чего. Два момента. Момент первый. В конце 80-х, когда принималось решение об освобождении малых предприятий от налогов на три года, цель была очевидной. Нужно было наполнить потребительский рынок. Потому что он был пустой, сплошь талонной системой и прочие прелести, о которых среднее и старшее поколение прекрасно помнят. Сегодня ситуация принципиально иная. Сегодня потребительский рынок заполнен и, ну, уж не изобилие, но, по крайней мере, есть все. Были бы деньги. На второй момент вы говорите, нам нужно развивать экономику. Но тогда это не вяжется с предложением об освобождении индивидуальных предпринимателей от налогов. Потому что, с одной стороны, мы развиваем экономику. Но для чего? Для того, чтобы пополнять бюджет. А бюджет-то мы пополнять на ближайшие два года не собираемся. Давайте послушаем Виктора. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал ваше утвердение, что у нас рынок заполнен. Но это только в Москве. А за МКАДом там все пусто. Там все пусто. То есть вы хотите сказать, что на полках магазинов ничего нет? Я хочу сказать, что на полках магазинов существует 8% того, что существует на полках магазинов в Москве. Хорошо, Виктор. Чего не хватает за МКАДом? Ну, давайте, например, сравним ассортимент продуктов в Москве и где-то там в каком-нибудь, не поймешь, городочке Архангельской области. Вы когда там были? Вчера. Вчера. Докладывайте. Вы просто удивитесь. Просто купить мясо очень трудно, понимаете? Не кости с жиром, а мясо, понимаете? А теперь вернемся к предпринимателям, которые, вот скажем... Соседний магазин на рубль или заходить? Заходил в соседний магазин, то же самое. То же самое, нету мяса? Да, и очень бедно. И на рынке мяса нет? Нигде мяса нет в Архангельской области? Трудно с рынками, понимаете, в маленьких магазинчиках это нету, не везут. Я вам расскажу, почему это происходит, да? Существует мало того, что бизнес облагают налогами самыми высокими в мире, да, если мы совним с другими, да, где-то... Это опять ложь, вы опять передергиваете далеко не самые налоги. Да, давайте мы посчитаем с вами вместе. Так вот, давайте я скажу, вот, а далее происходят всевозможные другие мероприятия по искоренению бизнеса, как я вижу. Существуют всевозможные проверки. Так. Вот, например, существуют проверки, когда вот ищут какую-то дохлятину где-то на рынках, там, я считаю, или какие-то вредные вещи вот ищут. Я это плюс, вот только да, я только согласен, если там какие-то организации ищут. Ну, когда приходят на фирму и говорят, а вы вот тут, почему у вас нет скамеечки под ногами, вот вы работаете за компьютером, да, а почему вот вы не проводите замеры, вот у вас офис, а вы должны проводить замеры, вы должны мерить здесь микроклимат, аэронную... Послушайте меня, послушайте. А должны аэронную нагрузку мерить, значит, мерить движение воздуха в офисе. И самое интересное, что эти проверяющие прекрасно знают, что для офисов это не надо делать, но в то же время выдают фирмам предписание и штрафуют их. Виктор, у вас есть вопрос? И люди потом вынуждены, понимаете, и люди потом вынуждены ходить по судам, ходить по судам и доказывать очевидное, что им это не надо. И суды потом принимают. Мало того, совершаются преступления, правонарушения совершаются по статье 19.6.1. Хорошо, Виктор, все, мы поняли вашу точку зрения, спасибо большое. 65.10.99.6, код города 495. Я так понимаю, что, Никита Александрович, вы в корне не согласны с утверждением Виктора. Вы абсолютно правы, Александр. Я не согласен, во-первых, потому что никаких 8% наполненности в сравнении с московским потребительским рынком, с замкадом нет и в помине. Но качество продукции совершенно другое. Качество продукции это отдельная история, отдельный разговор. Но любой человек, который выезжает за МКАД, скажет, что это, конечно, наглая ложь. И я бы на месте наших слушателей вне Москвы, я бы сейчас заступился бы за свои регионы, за свои территории. Потому что действительно есть все. И не нужно говорить о том, что где-то в Архангельской области нет мяса. Но надо разбираться с мясной проблемой в Архангельской области. Почему вдруг? Потому что мы с вами об этом слышим в первый раз за последнюю... Ну, как минимум лет 15, что, оказывается, в Архангельской области не хватает мяса. Еще один момент по поводу самых высоких налогов в мире. Это, опять же, передергивание. Потому что налоги у нас по странам МОЭСР, если брать в среднем, они у нас как раз где-то посерединке. И пенсионные взносы в отношении индивидуальных предпринимателей, это все-таки не налоги, а взносы. То есть это взнос в пенсионный страховой фонд, из которого вы со временем будете получать пенсионное обеспечение. Наконец, третий момент, который хотелось отметить, это то, что... Да, конечно, предприниматели мучают проверками. Но так, во-первых, происходит во всем мире. Это раз. Но таких масштабных проверок и часто не происходит. Есть регламентный порядок. И второй момент. По поводу скамеечки для ног у компьютера. Ну, давайте скажем, что, например, освежитель воздуха в туалете у предпринимателя не той фирмы. Ну, так же можно до маразма дойти, до мышей докопаться, Александр. Хорошо. 65, 10, 99 и 6. Код города 495. Включайтесь в спор с нашим сегодняшним гостем Никитой Кричевским. Мы продолжим буквально через несколько минут. Малый бизнес в России уже сегодня является наиболее массовым сегментом частного сектора экономики, оставаясь подчас единственной возможностью для большей части населения реализовать свой предпринимательский потенциал. И вот появилась идея, напомню, со следующего года освободить любого российского индивидуального предпринимателя, который впервые зарегистрировал свой бизнес от всех налогов на два года. Эта идея пришла в голову премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он дал соответствующее распоряжение. И вроде как, как говорит замминистра эконом-развития Сергей Беляков, все ведомства одобрили. Но есть некоторые вопросы. А нужно ли вообще это делать? Вот об этом мы сегодня пытаемся поговорить с доктором экономических наук, профессором-председателем экспертного совета опоры России Никитом Кричевским. Телефон у нас 651099,6, код города 495. У нас огромное количество звонков. Я бы добавил к сказанному вами, Александр, что идея пришла в голову, конечно же, не премьеру Медведеву, а функционерам из Деловой России. А Деловая Россия весьма идиозная организация. Я уж не говорю о том, что бывший руководитель Деловой России господин Титов, как говорят в опоре, просто слямзил идею предпринимательского омбудсмена у самой опоры. Это была, как известно, гудермеская инициатива опоры России, когда бывший президент опоры господин Борисов высказал ее на совещании с Владимиром Путиным. А это первый нюанс. Второй нюанс – это то, что 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, которые мы должны создать в 2018-2020, да неважно какому году, при том, что у нас сегодня всего в экономике 36 миллионов замещенных рабочих мест, точно так же, как говорят, принадлежит Деловой России. Причем эта цифра взята с потолка, ну потому что червонец, не червонец, простите, четвертной, это всегда была хорошая, приятная цифра, ровно 25, почему бы нет. И, наконец, третий нюанс, связанный непосредственно с этой инициативой. Я еще раз повторяю, что я не понимаю, зачем это надо, когда у нас потребительский рынок наполнен. Я не понимаю, что мы будем делать с оптимизацией налогообложения, по простому просто, с уходом от налогообложения, с неплатежами в бюджеты. И возможными мошенниками, наверняка. И третье самое главное – с жуликами-то чего делать? Вот пусть мне слушатели позвонят и скажут, с жуликами надо бороться, вот так, вот так, вот так, потому что два года вы работаете по одной схеме, потом вы переоформляете бизнес на представителя, скажем, той же самой Южно-Северо-Кавказской республики, Южной республики России, Северо-Кавказской республики, ну просто из того же Аула, например. И приспокойно работайте дальше, имея все документы от него. А русским-то людям чего делать? Делать-то чего? Вот пусть позвонит и расскажет. Николай у нас на связи. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. А вы согласны с мнением Никиты Александровича? Вы знаете, я, честно говоря, вступил в разговор в том месте, где вот Никита Александрович Павловича воскликнул, что вот это внушная ложь, что у нас там на периферии все, что-то нету. Так. Может быть, я извиняюсь, может быть, я немножко инструю, потому что я хочу поговорить вот в конкретный случай с Сервием Пасаде, где я здесь живу. Вот. И здесь вот я покупал зелень у бабулек, которые там в определенном месте расположились. В один прекрасный день их вдруг не оказалось. И мне сказали, что их милиция разогнала. Вот. И в результате пришлось долго ходить, искать эту зелень для крошки там недостаточно. А магазина нет рядом никакого? Магазин есть рядом, но там в действии это такая зелень, что и не возьмешь. В общем, короче, на самом деле это оказалось проблемой. Возможно, конечно, власти защищали именно вот этот малый бизнес на рынке. Может быть, там кто полицейский. Оказалось, что потребитель недоволен. Дело в том, что действительно вот на рынке мне плюхать долго от дома, где я живу. А рынок вот в том месте, где я живу, тоже почему-то там продавали, тоже почему-то нет. Так что это? Забота властей о малом бизнесе. Понятно. И наоборот, все-таки то, что они не дают этим бабушкам и за деньги... Спасибо, Николай. Нашему слушателю нужно обратиться в местные органы власти и потребовать от них, от этих людей, чтобы они создали организованную торговую точку поблизости от дома нашего слушателя. Ну, а согласитесь, что проблема... И бабушка смогли бы там торговать. Вот все. Ну, согласитесь, что по-любому у нас есть проблема с конкуренцией. И в малом бизнесе тоже. С какой конкуренцией, Александр? То есть ее по большому счету... С конкуренцией продавца или покупателя? Продавца. Продавца. Да. У нас конкуренция, ее практически не существует, потому что по большому счету можно легко, используя административный ресурс, занять нишу на рынке. И тогда ты эту зелень будешь покупать в том магазине, где тебе не нравится. Согласен, согласен. Но говорить о конкуренции, это не малый бизнес и даже не микробизнес, а это так по большому счету незаконное предпринимательство, на мой взгляд, не стоит, и не стоит по одной простой причине. Бабушки, не будучи даже оформленными официально, не имея статуса индивидуальных предпринимателей, тем не менее, Александр, к вопросу о конкуренции, еще до начала торговли определяют условия игры на этой незарегистрированной торговой точке. Проще говоря, этот пучок зелени не может стоить дешевле, так же, как и дороже 20 рублей. С другой стороны, я как потребитель могу прийти к бабушке и поторговаться. Можете. А вы можете то же самое сделать и на рынке? То же самое? Не всегда. Ну, Александр, наш с вами фамилия обязывает торговаться. Ну да. Давайте послушаем Виктора. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотел, во-первых, изумительно то, что говорит Никита. Просто вообще, я вас сейчас вообще в теме его интервью и теми очень интересными вещами. Но речь-то вот о чем. Задумывались ли мы вообще, что эта модель как таковая, которой мы сегодня хотим или не хотим, выступаем апологетами этой системы. Не стоит ли задуматься о том пути, по каком пошел Татарстан. Иннополис, технопарк и Дриннополис, то есть бизнес-инкубатор и технопарк, совмещение, четвертая модель американской системы развития и поддержки малого бизнеса. То есть упрощенная система? Вы что имеете в виду? Упростить саму систему, которая сейчас существует? Речь идет вообще о другом модели системы. Вообще о другой. То есть инновационной. Когда определяются стандарты, эти стандарты, допустим, в моногороде, они поддерживаются. И поддерживается бизнес, это как растение, как цветок. Он создается, рождается как организм. А мы ориентируемся на бабушек. То есть страна выживает. Все эти системы предприниматели по нужде. Они просто, понимаете, то есть эта страна находится в этом режиме. То есть это болото, из которого... А мы как бы невольно обсуждаем проблемы, за какую соломику схватиться. Вязнем еще дальше в этом болоте. Вместо того, что нужно думать о том. Это так же, как о том, чтобы колеса сделать менее квадратными. Вместо того, чтобы возможно думать уже сегодня о том, как запускать суда на воздушных подушках. Спасибо, Виктор. Спасибо. Я согласен с Виктором, Александр. Я пока его слушал. Вы знаете, я тщетно пытался вспомнить хоть одну розничную точку торговли той же зеленью с бабушками, например, в Европе. Я не нашел ни одного примера. Ну, нет их. Нет. Есть магазины, есть небольшие торговые точки. Там покупайте. И самое интересное, что вот приведенный мной пример ценового сговора среди трех бабушек, которые торгуют на незарегистрированной торговой точке, говорит еще и о том, что та же ФАС, Федеральная антимонопольная служба, ничего с этими бабушками сделать не может. Они же не зарегистрированы. Они к ним придут и скажут, что у вас ценовый сговор, почему у вас по 20 рублей? Они скажут, молодой человек, а мы вот мимо шли и просто разложили. И вот, ну, как-то вот, вы знаете, вот сегодня вот по 20, не по 19 с половиной. И даже не по 25. А вот почему-то у всех троих ровно по 20? А вы говорите конкуренция. Она начинается вот с атома. Вот несколько атомов собрались, и мы сразу с вами видим, что структурировать эти процессы невозможно. Невозможно. А что касается предложений Виктора по поводу инновационных моделей, ну, давайте сначала наведем порядок с тем, что есть. С той торгово-закупочной деятельностью. Я, конечно, не согласен с тем, что малый бизнес – это растение, что это цветок, который надо поливать, холить, лить. Почему? Потому что бизнес – это всегда, во всех случаях, идея. Идея – это информация, которую вы получаете любыми способами, любыми путями, через классическую литературу, через общение в социальных сетях, через разговоры на лавочке, через распитие, например, пива после футбола. И вы понимаете, что вот здесь чего-то не хватает. И идете, и идете по этому направлению. Я очень часто привожу пример Минска 1988 года, сапожного обувного наборчика, сам себе сапожник. Две набоечки для каплучков, два гвоздика. Пакетик, цена 1 рубль. В 1988 год. За год было продано 15 миллионов экземпляров. За год 15 миллионов. Тех еще рублей. Можете себе представить, цена была ровно 1 рубль. Давайте послушаем Вадима. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Я предприниматель, и хотел бы два слова сказать об инициативе господина Медведева. Да. Вот такая ситуация. Работает какое-то малое предприятие с налаженными связями, выпускает продукцию, соответствующим образом платит налоги. Дальше вступает в силу вот эта инициатива. В результате рядом тут же образуется другое предприятие, которое налогов не платит. Да. Дает продукцию дешевле. Да. Первое предприятие разоряется. А второе предприятие точно таким же образом, когда подходит срок, передает унициативу третьим, так сказать, который там в плен семьи и тому подобное. Да. Но вопросы к господину гостю, не считает ли он, что это очень похоже на очередную глупость нашего премьера и второе, не считает ли он, что наша власть в своем ампуа, то есть все через задницу, это что-то. Ну, просто асофак. Смотрите, смотрите, я не могу, будучи политически толерантным и выдержанным доктором экономических наук сказать, что господин Медведев генерирует исключительно глупости. Давайте говорить, непродуманное решение. Не до конца прощупленное. Не докрученное. Да. С этим я согласен. А что касается самой власти и ее экономической политики в целом, это разговор ни о чем. Это разговор ни о чем. Давайте брать проблему и давайте ее разбирать. Вот сегодня мы говорим об одном, завтра мы будем говорить о другом. И здесь одни причины, одни приводные ремни, там будут другие. Потому что это инициатива, я имею ввиду освобождение ИП от налогов. Это политический пиар тех, кто заинтересован в своем продвижении. 65 10 99 и 6, код города 495, звоните нам и продолжим. Итак, мы пытаемся понять, нужно ли действительно развивать, устраивать некий налоговый рай для предпринимателей новичков. Эта инициатива была озвучена премьер-министром Дмитрием Медведевым. Ее поддержали некоторые министерства. В частности, замминистра эконом-развития Беляков говорит, что все министерства. Врет! Врет! Но оказывается, что да. Извините, перебил. Врет! Это, кстати, доктор экономических наук, профессор, председатель экспертного совета ПРО России Никита Кричевский. Мы с ним как раз и пытаемся разобраться, нужно ли действительно. Минфин против этой инициативы? Да, Минфин был особнячком, я тоже слышал об этом. Минфин против этой инициативы. А что касается Минэкономразвития, это известная либеральная тусовка. Там очень много на ведущих должностях выпускников высшей школы экономики ожидать чего-то другого от этих молодых ребят, ну, мягко скажем, не стоит. Идеальный вариант это освободить не только от всех налогов, но еще и доплачивать бедным несчастным индивидуальным предпринимателям, чтобы они работали. Если уж говорить о том, на что нужно обращать внимание применительно к ИП и страховым пенсионным взносам, то нужно понимать, что мы говорим о совершенно разнородной страте. Потому что ИП в крупных городах и ИП в маленьких населенных пунктах это две небольшие, это огромнейшие разницы. Мы за кого, собственно, переживаем? За владельца помещений в центре Москвы, у которого в гараже два инфинити, или за хлебопек из села под Тобольском, для которого пенсионные взносы действительно имеют большое значение, ведь у меня на руках исследования моих региональных коллег, которые специально смотрели по видам экономической деятельности в крупных городах, в средних и в маленьких населенных пунктах. И разница колоссальная, колоссальная. Если уж поддерживать, то поддерживать как раз те, кто работает на селе и в небольших городах. Но мы почему-то стрижем всех под одну гребенку. Алексей у нас на связи. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы внести маленькую корректировочку, потому что в далекие 80-е ставка была на цеховиков и производителей в первую очередь. А в нынешнем законопроекте все-таки относительно... Ну, купи-продай. Вот так я бы сказал. И поэтому, как бы, лыжи те же, но едут в разные стороны, скажем так. А еще и лыжную мазь будут предоставлять под каждой елкой. Спасибо, Алексей. Мы поняли. Алексей абсолютно прав, потому что что такое предпринимательство у нас? Это помимо оптимизации налогообложения, просто банального общественного воровства. Это еще, он абсолютно прав, это купи-продай. Это кто-то один производит и 10 посредников. И 10 посредников. Вот весь современный малый микробизнес. Как отжать, как распилить, как стырить денег, как украсть, обмануть потребителя, крышу и прочих субъектов предпринимательства около предпринимательских структур. Вот в чем смысл. То есть об идее, о том, как найти что-то новое и как это новое развить, вообще не идет разговор. И вывелись-то в люди как раз те, кто взял идею и пошел и понес ее в реализацию. Очень много говорят о том, что не хватает, например, кредитования. Почему сегодня не говорят о том, что нет кредитов? Почему все разговоры идут о увеличении... Ну, тут неправо, говорят очень часто о том, что малый бизнес практически не может взять кредит. Очень высокие ставки, очень высокие требования. Здесь я в корне не соглашусь, это уже корпоративная солидарность, потому что господин Борисов, бывший президент опоры, сегодня вице-президент Сбербанки. И благодаря ему, во многом наработкам всей опоры, у Сбербанка появилась огромная кредитная линейка. Но если бы это был один Сбербанк, и он бы был белой вороной на этом рынке, ну ведь вы посмотрите, что предлагает банковская группа ВТБ. Они же сегодня конкуренты, что Банк Москвы, что ВТБ-24, что другие структуры, они сегодня конкуренты Сберу. И не нужно говорить о том, что вы мне сейчас позвонят, скажут, 20% годовых, профессор, не много ли это? Профессор, так оно и есть. А я скажу, господа, а вы что за год один оборот этими деньгами делаете? А не 5 и не 10? И у вас что за бизнес, что вам эти деньги нужны ровно на год? И какая у вас норма рентабельности, что вы укладываетесь 20%, ведь, очевидно, не 21 и даже не 30, а все 50, а то и 100? Чем вы занимаетесь? Коммерцией, то есть перепродажей или реальным производством? Из 10 один скажет, я производитель, а 10 скажет, ну вот мы как-то так. Любовь у нас на связи. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Да. Я в эфире, да? Да, вы в эфире, говорите. У меня один вопрос, я сейчас, правда, сейчас проснусь вот то, что вам говорили. Один момент по поводу предпринимательства. Я бы на самом деле выделила один момент для предпринимателей всех уровней. К сожалению, сейчас вот на своем уровне я не могу освободить от налогообложения любые средства, направляемые на развитие новых продуктов, любых. То есть неважно там в какой сфере это делается, но кроме наука, там у них другое налогообложение. Если вы занимаетесь потребительским рынком, у вас все равно уходит время на разработку любых изделий, неважно, чем вы занято. И все равно это все идет из прибыли. Это очень накладно. Не знаю, как в Москве, но в регионах аренды для производителей очень тяжелые. Поэтому там процент прибыли практически нет. Это просто выживание. Я вам скажу, что в Москве ситуация еще тяжелее, чем в Москве. Я понимаю, потому что там очень насыщенный регион, но в принципе для производства, поскольку цикл все-таки это не два дня, и это не в Китае барахло, так сказать. Поэтому здесь нужно, чтобы этот момент учитывался, если человек занимается разработкой новых продуктов, потенциально уводимых на зарубежные рынки и даже внутри страны, потому что это будет давать работу очень многим. Я бы вот этот момент освободила от налогообложения. То есть в принципе затраты, все, которые происходят на развитие производства и собственных организаций, они должны не входить. Они должны полностью учитываться. А у нас, к сожалению, система, эти затраты, так вот не позволяют сделать. Правильно, потому что у Минэкономразвития руки до этого не доходят. У Минэкономразвития руки до этого не доходят. Ребятки приходят на работу... Либо голова до этого дошла. Не дойдет. Не дойдет, не дойдетесь. Ну, значит, нету экономразвития, потому что мы с ним 20 лет, когда у них голова заработает. К сожалению, у ГРУ надо подумать. Нет, не ждите, не ждите. Работайте на себя, на своих детей и в конце концов на 40-х шагов. Вот молодец. Вот так и делайте. Вот так и поступайте. Еще один момент. Дело в том, что есть просто в любом предпринимательстве два вида. То есть одни все-таки работают на ноу-хау, а вторые просто обеспечивают жизнь. То есть вот то, что вы говорили о бабусках. Бабусок мы вообще не трогали. Пускай себе себе продают, никому не мешают. Но в принципе, те предпринимательства, которые занимаются обыкновенным обеспечением жизни, когда вы дома можете купить все, что вам надо, там нет больших доходов. Там доходности, не знаю, там наценка процентов 10. То есть это просто зарплаты себе и продавцы. Все. И зачем с них брать большие налоги, я не понимаю. Понятно. Напряженность возникает. Все. Вот извините. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. По поводу обеспечения шаговой доступности это отдельные очень тяжелые темы. И здесь, конечно, все упирается не в развитие индивидуального предпринимательства малого бизнеса, а в том, что у нас тупорылая административное руководственное место. Ну, а любовь интересные темы подняла, потому что она как бы изнутри на это все смотрит. Ну, потому что нужно прийти на радиостанцию, вылезти на телевизор, на картинку и сказать, что все министерства поддерживают освобождение от налогов. Чем ты будешь платить потом пенсии, товарищ дорогой Беляков? Почему у тебя руки не доходят до того, чтобы освободить от налогов те, кто занимается реальным производством? Почему вы говорите о том, что мы рассматриваем вопрос о том, чтобы продлить льготы для малых предприятий производственной и социальной сферы? Но этих предприятий сколько? 3%, 5%, 10%, а остальные? Об этом разговора нет, потому что в 6 часов, ну, максимум в 7 у нас заканчивается рабочий день, а дальше личная жизнь, Александр. И в конце концов у нас цели несколько иные, нежели чем улучшение благосостояния населения. 65, 10, 99 и 6, как у города 495. Слушаем Владимира. Владимир, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Спасибо, что Никита у вас, так сказать, у микрофона. Вопросов просто масса накопилась. Выбирайте главный, главный вопрос. Да, там, так сказать, образующий вопрос. Значит, я старинный предприниматель, со времен еще, когда Горбачев был, открывал, так сказать, позволил это дело. И член демократической партии Россия. Это именно наша партия подняла вопрос развития среднего и малого бизнеса, который благополучно утоплен в течение оставшихся времени. И никогда его не будет поднят при таком, так сказать, правительстве, при таком отношении самих вот этих малых предпринимателей. Владимир, вопрос. Сформулируйте вопрос. Алло. Да, вопрос сформулируйте. Вопрос сформулирую следующим образом. Значит, защищать, так сказать, малых предпринимателей может только лишь партия этих самых малых предпринимателей. В Соединенных Штатах это демократическая партия. В нашу партию никто из предпринимателей ни копейки не внес, вступать не собирается, а плачутся, хотят помощи от кого. Вас некому защищать, ребята. Понятно, Владимир, спасибо. Я продолжу эту мысль. Вы знаете, партия это витание в облаках. Я помню, как в опоре неоднократно поднимался вопрос об увеличении членских взносов. Членский взнос. Структура, которая вас защищает, ребятушки, вы приезжаете на Мерседесах, у вас часы за 20 тысяч долларов, бригет и прочее. Вы платите не 3 тысячи рублей в год, а 9. И они отказались. Вы знаете, мы столько узнаем о ужасной жизни впрогало эти предприниматели на местах, что возникает желание просто вытащить кошелек и помочь каждый, чем может. А вы говорите о какой-то партии. Тут вот, вот элементарно, вот здесь, вот здесь. И что потом, и о чем потом говорить? И еще один момент. Я хотел бы сказать о лицемерии тех предпринимателей, которые сегодня поднимают свой голос, как им тяжело и плохо. Они лицемеры. Если предприниматель платит полностью все налоги, он имеет полное право выйти на улицу и сказать, я не готов работать в таких правилах игры. Я вам плачу полностью все налоги, вы можете это проверить. Но когда вы через один договор используете фирмы-прокладки, однодневки, когда вы пользуетесь обналом, когда вы не учитываете свои приходы и расходы в официальных бухгалтерских документах, о чем вы говорите? О чем вы говорите? К вам и отношение будет такое же, как к другим жуликам. Но вот это клеймо жуликов и воров, на самом деле от этого клейма-то нужно избавляться. Не все предприниматели такие. И это тоже проблема, которая стоит в одном строю вместе. И здесь мы с вами прекращаем эту ветку дискуссии, потому что я вам сейчас скажу вещь, которая сразу положит шлагбаум. Это начинается с самого верха, потому что если руководство страны позволяет системообразующим предприятиям поголовно сидеть в офшорах, не платя налоги, то что говорить о малых предпринимателях. Но сейчас стоит совсем другая задача для офшоризации. Она стоит уже много лет, что сделано. Хоть одно крупное предприятие перевели под российскую юрисдикцию? Нет. Тут на помощь пришел Кипр. Кому? Кому на помощь? Евросоюзу или России? Я вам скажу, что когда я консультировал практикующих обнальщиков, сразу после кипрских событий, они меня спрашивали. Каких обнальщиков? Практикующих. А, практикующих. Не теоретиков, а практиков. Они меня в один голос спрашивали, подскажи, пожалуйста, Сингапур, Латвия, какие-то другие юрисдикции. Лихтенштейн. Лихтенштейн. Что? Вот куда? Потому что на Кипре попали очень многие обнальщики. Куда бежать? Куда идти? Никто, ни из них, ну из них само собой, ни из их клиентов даже не рассматривал возможность вернуться в Россию. Вот оно как. А куда же они пошли? А кто в тот же Сингапур ушел, кто в другие юрисдикции? Открывали, счета продолжают обналичивать. И на этом рынке, кстати говоря, точно так же осуществляется концентрация, как и на всех других. То есть мы будем контролировать теперь сами, и нам не надо вот эту разрозненную конкуренцию, как говорит господин Векер. Мы приглашаем вас не просто побеседовать, но также вы можете задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю, который фактически уже в течение 45 минут говорит о том, что это правительство не продумало, оно пошло на поводу у тех, кто, мягко скажем, мало чего понимает в реальной экономике, имею в виду прежде всего деловой Россию, вот так подспудно, скажем, да. Кроме того, правительство на словах пытается демагогически сорвать популистские цветочки, на самом деле не предпринимает ровным счетом никаких упреждающих рычажков для того, чтобы не допустить просто банального мошенничества, о котором мы с вами говорили. То есть регистрации на два года, а потом передачи через два года на другое лицо уже на работных активов. Звонят люди, говорят, господа, два предприятия, которые производят одну продукцию. Одной из них малая, другой индивидуальный предприниматель, который точно так же имеет право. Но это так же говорит, Никита Александрович, что работы все вот эти мошеннические схемы, которые возможны, да, и которыми наверняка будут пользоваться очень многие предприниматели, правительство придумает механизм, как от этого избавиться. Возможно ли избавиться от мошенников в этой ситуации? Скажите, для чего мы должны придумать столь хитромудрую конструкцию, когда цель не очевидна? Если бы мы имели дело с пустыней полкой... А социальный аспект? А что такое социальный аспект? Ну, для, скажем так, поддержания штанов. Кого? Тех же предпринимателей. Или тех же жителей, которые хотели бы открыть малый бизнес, но боятся, что их будут прижимать, и не смогут нормально зарабатывать. То есть люди и думают открыть бизнес. И хотели бы это сделать. Заниматься куплей-продажей? А почему бы и нет? Потому что это вчерашний день. И у нас есть сформированный, структурированный потребительский рынок. Есть идея. Нам это сегодня... Экономике, стране это сегодня не нужно. Есть идея в социальной сфере, допустим. И группа товарищей придумала очень инновационную идею. Они не могут открыть бизнес, потому что у них нет денег. Почему? Ну, потому что у них нет денег. Приходите в Сбербанк со стартапом. Приходите в банковскую группу ВТБ. Я особо педалирую тему ВТБ. Почему? Потому что ВТБ это госбанк. Это государственный банк. А Сбербанк формально ЦБшный. А вот ВТБ государственный банк. ВТБ показывает по прошлому году темпы развития лучшие по сравнению с существенно превосходящим его Сбербанк. Как и вам говорят, у вас должно быть 20%... Нет! Ну как нет? Нет, до 3 миллионов тот же Сбербанк дает вам без обеспечения. Мало 3 миллиона для того, чтобы реализовать хорошую идею. Скажите, почему вкладчики должны расплачиваться за неудавшиеся бизнес-проекты молодых предпринимателей? Вот я вкладчик, например, Сбербанка или ВТБ. Часть моих денег уходит на финансирование, кредитное финансирование их проектов. А он не срабатывает. У меня возникает вопрос к банку. Я вам деньги для чего дам вам? Для того, чтобы вы их сохранили. А не для того, чтобы вы их разместили в проекте, который провалился. И что мне ответит банк? Это, кстати говоря, тема, на которой погорели штаты. С одной стороны, это розничный банк, а с другой стороны, это банк инвестиционный. Потому что инвестиции в инновации через коммерческий банк не делаются. Для этого существует специализированный венчурный фонд. Но все равно банк, когда изучает бизнес-план любой инициативы, он видит, насколько он коммерчески привлекателен, какие существуют риски. Если банк ввязывается в эту историю, почему он не может взять 100%, а не 80% от этого бизнеса? Инвестировать им? Потому что банк занимается финансовыми операциями. Тогда куда бежать? Он не инновационный, не вечерный фонд. Хорошо, если это не банк, куда идти тогда группе товарищей? В гараж. В гараж. Вслед за Стивом Джобсом и другими людьми, которые вышли из этого города. Сделать продукт. Потому что, внимание, всем вниманием, внимание, можете сделать погромче. Идея не продается. Продается продукт. Запомните, зарубите это на ваших импортно-машинных носах. Продается продукт. Любой. Интеллектуальный, социальный, производственный, реальный, спекулятивный. Но это должно быть изделие. Это должна быть законченной, пусть и в единичном экземпляре производственной операции. Кстати говоря, как Стив Джобс получил свое первое финансирование, они сделали свой первый компьютер в гараже. В гараже. Вышли и под это дело получили грант. Через три года этот незаконно рожденный сын сирийца и американки стал миллионером. Давайте послушаем Дениса. Денис, добрый день. Добрый день, господа. Вы знаете, у меня даже не вопрос, а как бы просьба. Вот я простой сапожник с Московской области. В сезон я зарабатываю чисто 50 тысяч рублей. Вне сезон 25. Вот я вас слушаю, вы как будто бы с другой планеты. Вы понимаете, я один из тех плохих парней, которые ушли в тень. Вот этот подъем ПФР практически в два раза добил меня окончательно. И о чем вы сейчас разговариваете, я совершенно не понимаю. Но вы работали до этого в белую? Да. А как вы собираетесь получать пенсию, когда состаритесь? В России говорить о пенсии, господа. Что, господа? О чем вы? Я говорю о пенсиях, а вы о чем? Вы говорите, я тут с другой планеты. Да, я не занимаюсь сапожным ремеслом, и я никогда не руководил заводом так же, как Джон Мейнард Кейнс или Карл Маркс. Да, у меня другая задача в жизни, я занимаюсь исследованием экономических, течения экономических процессов. Я не занимаюсь производством. Но я вас хочу спросить, и вы не можете мне ответить. Вы говорите, а какой пенсии вы тут говорите? Я вам говорю о той пенсии, на которую вы будете претендовать, когда вам будет 60. Где вы ее будете получать? Я знаю, вы будете получать социальную пенсию. Почему? Потому что вы не платили налоги. Вы знаете, я не рассчитываю на пенсию, я рассчитываю на свои руки. Все, что я заработаю, на то я и буду жить. Не рассчитывайте, не рассчитывайте. И не надо потом приходить в пенсионный фонд и говорить, где моя законная пенсия. Вы вспомните этот звонок на Финам.ФМ. И поверните в другую сторону, в ближайший ликер и отчинный магазин. Спасибо, Денис. 65, 10, 99, 6. Код города 495. Вот это умиляет, Александр. Вот это умиляет. Мы говорим не о налогах, мы говорим о взносах. Мы говорим о том, что хочешь ты этого или нет, но новая пенсионная система будет основана. В том числе на том, что взносы будут начисляться. Сколько нас кидали с пенсионной системой? Сколько людей кидали с пенсиями? Я закончил. Я понимаю, Денис. Взносы будут начинаться с двух мрот. С двух мрот. С двух. С двух. У меня вопрос. Кто должен платить за этого товарища, сапожника из Московской области, пенсионные взносы? Я с вами, Александр. Ведь из пенсионного фонда сегодня выплачиваются пенсии ныне живущим пенсионерам. Он не платит. А почему я должен платить за него? Система плохая. Придумайте систему, которая будет работать, чтобы Денис захотел опять платить. Система во всем мире одинаковая. Что значит, захотел он или не захотел? Есть порядок. Дорогой мой, ты можешь завтра выйти на рынок оружия или еще как-то, потому что, ну вот я вот такой. Это вообще-то тягчайшее преступление. Я не понимаю, почему у нас об этом не говорят. Неуплата налогов я имею в виду. Нет, я имею в виду другое. Порядок, о котором вы говорите, он не везде одинаковый. Но не везде. Есть порядок вещей, где люди заинтересованы работать. Работать, зарабатывать, платить налоги. Никто в мире никогда не был и не будет заинтересован платить налоги. Никогда и нигде. Чем больше останется в кармане, тем не лучше. Бисмарк, когда вводил систему пенсионного обеспечения, говоря шире, социального обеспечения, и предполагал, чтобы не было подобных экстерналий для правительства, то есть внешних негативных побочных эффектов, и предполагал, что эта система сможет минимизировать эти экстерналии, и люди, ныне живущие, работоспособные, будут тратить меньше своих сбережений, заработанных денег на представителей старшего поколения. Точно так же эти люди будут меньше откладывать и больше тратить сегодня. А нам Денис выходит и говорит, да мне, собственно, вы знаете, до этого пенсионного фонда, да я рассчитываю только на свои силы. Дорогой вы мой человек, вот в 60 лет вы будете рассчитывать на свои силы, ЛАП-70, 75, дай вам бог здоровья, на числа, когда вы уже не сможете полноценно трудиться. Хочешь, не хочешь, приобретай, изобретай, внедряй альтернативные способы пенсионного обеспечения. Но с этим ты обязан что-то делать, и не надо откладывать 100-долларовые купюры в кубышку. Не надо, потому что не сегодня, а завтра. Они могут сгореть, их может просто затопить, смыть паводком. Американцы могут провести денежную реформу, о чем я как-то говорил уже в нашей студии. Да может быть все, что угодно. В конце концов, горячие головы в России отменят хождение долларов, и что тогда, дорогой вы мой. Никита Александрович, можно ли сделать такое, что вот надо просто оставить предпринимателей сейчас в покое, вообще их не трогать, сводить от излишней, скажем так, отчетности и жесткого надзора? Как одни из мер по активизации предпринимательства, да, но при этом нужно понимать, что поддерживать надо не купи-продай, а поддерживать надо тех, кто создает что-то новое. Вот на них должна быть направлена вся государственная мощь. И, конечно же, на предпринимателей не в крупных населенных пунктах, но в мелких и средних. Вот там действительно эта проблема. А что касается Москвы, обойдутся. Это был доктор экономических наук, профессор, председатель экспертного совета ПРО, Никита Кричевский. Сегодня мы обсуждали идею освобождения предпринимателей, новичков от налогообложения. Это была программа «Парадокс». В студии работал Александр Векер. До встречи. Увидимся завтра.